Привет всем! Я очень давно собирался сделать ролик на тему слова ответственность и проблемы с пониманием значения этого слова. И я наконец готов это сделать. В том числе потому, что за последнюю неделю мне пришлось много раз доставать револьвер. Не потому, что я против самого слова, или оно мне не нравится само по себе, нет. А потому, что его явно используют как манипулятивное орудие. Итак, для начала, цитата первая. Посмотрите, как кратко, чётко и быстро человек объясняет значение слова ответственность. Это длится меньше двух минут, и половину этого времени занимает пример иллюстрация. Многие люди под ответственностью понимают следующее. Человек сказал, что он сделает, и сделал. Это ответственный человек. Ничего подобного. Это человек обязательный. Это человек, который дал обязательство, и обязательство выполнил. Это обязательность. Но никак не ответственность. А ответственность, дорогие друзья, это когда человек оплачивает последствия своих действий. Ещё раз. Ответственность равняется оплате последствий действий. Или бездействий, которые на самом деле тоже являются действиями. Пример. Допустим, я взял у друга автомобиль. Надо было. Взял, и как-то так неудачно получилось, что я поцарапал, скажем, крыло. Задень, левое. Ну, допустим. Вот смотрите. Если я принёс, привёз эту машину с полным баком бензина, и сказал, извини, пожалуйста, я вот тут это поцарапал, я безответственное существо. Если я позвонил другу и сказал, друг, ты знаешь, такая вот ситуация получилась. Я поцарапал крыло твоей машины, поэтому, во-первых, я оплачу ремонт и полностью им займусь. То есть я выберу автосервис. Я договорюсь с мастером, я, понятное дело, ему оплачу. Раз. Раз. Во-вторых, вот тебе, друг, компенсация неудобств. То есть, например, если друг часто на машине ездит, либо машина в аренду, либо такси оплаченное, мной оплаченное такси. Либо какой-то третий вариант, хотя я сейчас не могу его придумать. Ну и, наконец, ещё сверху всего вот этого я какой-то подарочек ещё должен выдать. Вот это, друзья, ответственность. Вот это оплата своих действий, последствий, которые наступили благодаря моим действиям. И когда вы говорите про ответственность, думайте именно в таком ключе. Потому что это позволяет чётко понять, перед вами ответственный человек или безответственный человек. Видели? Кратко, чётко и по делу. Вообще говоря, если строго придерживаться этого значения, то получается, что выражение «взять на себе ответственность» почти не имеет смысла. Взять на себя ответственность – это что-то, о чём говорят террористы, когда звонят после какого-нибудь взрыва и говорят «мы принимаем на себя ответственность». Причём, вообще говоря, проверить, реально они за него отвечают, или они только заявляют, что они якобы это сделали, на самом деле нельзя. Они могут сказать «мы принимаем на себя ответственность». Что у нас получается критически важным, для того, чтобы само понятие «ответственность» вообще имело какой-то смысл. Первое. Мы имеем дело с тем, что человек сам сделал. Либо его прямым действием сделал, либо прямым бездействием сделал. То, на что он имеет непосредственное влияние. Причём повлиять можно, естественно, как умышленно, так и неумышленно. Тут возможны ветки. Например, в случае примера, который приведён в ролике, «Поцарапать машину» – это пример неумышленного действия. Но, тем не менее, человек за него отвечает. Второй критерий того, чтобы можно было применять слово «ответственность» – это, собственно, возможность влияния на ситуацию. Понятно, что ситуация становится серой, когда, например, у нас есть совместные действия нескольких людей. Значит, уже ответственность должна как-то разделяться между ними. В какой пропорции, как она разделяется, чьи действия являются необходимыми для результата, чьи – опциональными. Вопрос спорный, в каждой отдельной ситуации может решаться отдельно. Третий критерий – это то, что человек сам разбирается с последствиями. Либо он их исправляет, либо он переживает неудобства от того, что он сделал или не сделал. Но вот он, треугольник ответственности. Это результат действия или бездействия. Это результат действия или бездействия этого конкретного человека. И компенсация за последствия лежит на этом человеке. Вот что такое ответственность. Посмотрите для контраста. Цитата вторая. Это один из множества примеров, где женщина, причем вроде бы как психолог, использует слово «ответственность» в каком-то совершенно выдуманном значении, которое никакого отношения к реальности не имеет и вообще говоря, ограничится с эллипсизмом. Смотрим. Давайте представим такую ситуацию. Идет человечек по жизни, и в нему встречается какая-то ситуация, какая-то трудность. И у него точка выбора. Он может сказать, я сильнее, я отвечаю за разрешение этой ситуации. И в этом случае он становится больше, он как бы перепрыгивает эту трудную ситуацию, подрастает и уже на новой линии может идти. Увидели разницу? Человек предлагает на какое-то произвольное событие высказать, то есть сделать некий стейтмент. Я принимаю на себя ответственность за это, или я не принимаю на себя ответственность за это. И еще и от этого потом вставится в зависимость способность к личностному росту. То есть вообще говоря, человек демонстрирует пример так называемого мистического мышления. Я вообще-то не против мистического мышления, я сам им иногда пользуюсь, но в то же время путать эти вещи не стоит. Я не буду вставлять сюда, мне лень искать, и YouTube все равно не позволит. Но кто помнит, цитата из фильма Амели с Мон Мартра, эпизод, где она маленькая девочка, и она там перед телевизором вдруг неожиданно понимает, что она несет ответственность за наводнение, за падение самолета и за какой-то там пожар. То есть сказать себе и представить, убедить себя в том, что ты несешь ответственность за что-то, что это сделал ты, конечно можно. Означает ли это, что ты на самом деле имел влияние на результат и должен компенсировать последствия, отнюдь не факт. Людей можно путать, можно путать их намеренно, можно путать их ненамеренно, можно искренне заблуждаться, как многие женщины, судя по всему, заблуждаются. И, к сожалению, многие мужчины тоже. Знаете, есть такая известная молитва, очень тонкая. Господи, дай мне сил принять то, что я не могу изменить, дай мне сил изменить то, что я могу изменить, и дай мне мудрость, чтобы отличить одно от другого. Вот этот последний третий пункт как раз и разделяет реальную ответственность от нереальной, скажем так. Вот, например, следующая цитата. К большому сожалению, священники, которые должны быть образцом в умении понимать такие вещи, абсолютно плавают в этой сфере. Что делать, если муж не берет ответственность за семью? Этот вопрос нужно отнести к тому времени, когда думала, выходить замуж или нет. И ответ был такой, не выходить. Потому что безответственный мужчина это не мужчина, а глупая баба. Мне кажется, мусульманский проповедник, вот типа того, которого я давно упоминал, не позволил бы себе так сказать. Или по крайней мере не в этом контексте. Ну вот и что после этого удивляться, что в храмах мало мужчин и в основном это женская область. Каков поп, таков и приход. Вообще фразы и выражения, использующие в себе словосочетание «взять на себя ответственность», «начать брать на себя ответственность», ближе к моей теме «взять ответственность за семью», «взять ответственность за женщину», они, естественно, используются в бесконечном количестве случаев. Женщина очень любит эту фразу, она дает им что-то такое приятное внутри. И мы сейчас чуть дальше разберем, что именно приятное она им дает. И вот этот резервуал внутреннего нашего мира, у него пустой. И такие мужчины, которые боятся брать ответственность за женщину, боятся жениться, боятся идти в серьезные отношения, а боятся вообще ответственности. А ответственность – это фишка мужчин, это его сила. Обычно мужики не любят. Я решаю, я сделаю. Я висую эту ответственность, и в этом его суть, его сила. Как я уже говорил, первой вершиной в треугольнике ответственности является то, что человек отвечает за себя, за то, на что он может влиять. То есть это его действия, не чьи-то другие действия. Существуют ли случаи, когда действие делает один человек, а последствия компенсирует другой? Сплошь и рядом. Самый банальный пример – дети. Дети, с одной стороны, передвигаются и могут делать какие-то действия самостоятельно, с другой стороны, не обладают полнотой ни принятия решений, ни ответственности. Это два важных пункта. Подразумевается, что над каждым ребенком есть какой-то взрослый, и этот взрослый покрывает своей зоной впоследствии не только свои, но еще и того, что ребенок сделал. Кто еще относится в категорию, когда человек не отвечает полностью сам за свои действия? Люди с психическими отклонениями, ну и, например, возрастные изменения, но это разновидность. Кто-то есть рядом, кто покрывает своими силами, своими финансовыми и прочими ресурсами, покрывает возможные последствия действия этих людей. Да, в быту мы это тоже называем словом ответственность, но по сути слово ответственность здесь упоминать нельзя. Существует ли какое-нибудь более подходящее слово? Да, такие слова есть. Кто помнит, Кэррен Строган, в лекции, которую я переводил, рассказывает о комплексе законов и понятии, связанном со словом coverture, который не имеет никакого русского перевода, поэтому я предлагаю просто использовать слово covertura, а слово cover, покрывать. То есть один человек покрывает действия другого человека или без действия, как в случае, помните, там, пример с неуплатой налогов. Жена не платит налоги на имущество, муж отвечает за это перед законом. Это пример coverture. Это не ответственность. К сожалению, почему женщинам так нравится использовать слово ответственность во всяких комбинациях, и еще увязывать это с понятием взрослости, мужественности, надежности и любви даже в том числе, потому что фактически под словом ответственность они реально имеют в виду ковертуру. Они хотят, чтобы другой человек неос ответственность за действия, которые делает она. Это очень понятное желание, особенно для ребенка или человека, скажем так, с инфантильным сознанием. Но то, что ребенок чего-то хочет, еще не означает, что ему это можно давать. Правда ведь? Отвечать можно только за то, на что ты сам прямо влияешь, что находится в твоем распоряжении. Причем отвечать можно ровно в той мере, в какой это находится в твоем распоряжении. Почему развалились, собственно, системы с ковертурой? Потому что по факту женщина была выведена из-под власти мужчины, а ответственность за ее действие на мужчине осталась. Вот поэтому система и развалилась, потому что не может существовать ответственность без права обладания. Права и обязанности должны быть уравновешены. Это банальная вещь совершенно. Слово долг и должник, оно вообще-то означает еще и грешник, то есть человек, который чем-то провинился. Если ты ничем не провинился, ты ничего не должен. Поэтому, в частности, фраза мужчина должен в переводе означает мужчина ранее причинил мне какое-то зло, которое он должен компенсировать. Это буквальное значение слова должен. Да, были времена, и, в общем-то, это было не так давно, когда женщина в семье являлась собственностью мужчины и дети являлись собственностью мужчины наравне с домом, хозяйством, сельскохозяйственными животными, орудиями и так далее. В этой системе понятно более-менее, почему, например, за проступок жены мужа могли наказать, оштрафовать или даже посадить в тюрьму. Это объяснимо и понятно, потому что жена полностью в его власти. Он имеет право сделать с ней абсолютно все, без объяснения причин. Как мы знаем, мы живем в совершенно другой системе. У нас в известной степени ребенок имеет больше власти, чем оба взрослых его родителя. Вот возьмите, например, ситуацию, когда ребенок выбирает, с кем из родителей жить после развода. Это ярчайшая демонстрация. То есть власть ребенка здесь превышает власть обоих родителей. Про власть женщин распоряжаться семейной сферой, я думаю, не нужно пересказывать, никому из тех, кто смотрит этот канал. А кому нужно пересказывать, пожалуйста, потратьте время, посмотрите фильм «Красная таблетка». Он лежит на Яндексе уже с русским переводом и с голосом и так далее. Ничего похожего на собственность, а собственность, кто не знает, состоит из трех компонентов. Право владения, право распоряжения, право извлечения прибыли. Ничего подобного на собственность у нас нет ни на женщин, ни на детей. Ребенку хотя бы можно запретить выходить на улицу в определенное время или появляться в определенном месте. И поэтому родителя можно оштрафовать за то, что ребенок нарушает комендантский час. Но ничего похожего по отношению к женщинам и к семье в целом не существует. Поэтому каждый раз, когда кто-то произносит слово про ответственность, про вашу ответственность, или про ответственность коллективную, там, мужчин в целом, не знаю, да вообще говоря, про ответственность кого угодно, за что угодно. Это повод очень сильно напрячься и быть очень-очень внимательным с этого места. Потому что, к сожалению, с большой вероятностью либо вами сейчас будут манипулировать, то есть нужно держать карман под контролем, либо человек просто дурачок и не понимает, что на самом деле говорит. Не понимает значения слов, которыми пользуются. Это часто встречается. Но в личных отношениях такой дурачок очень опасен, потому что, к сожалению, власти у него много, а той самой ответственности мало. Для современного мужчины семья, и женщина в частности, почти никак не управляема. Это совершенно самостоятельная единица. Не совсем так про детей, но про женщину это точно так. Любые слова о принадлежности кого-то, кому-то, о долженствовании кого-то, кому-то, это слова, это ролевая игра, которая длится до стоп-слова. Приходится ли людям иметь дело в обычной жизни, на регулярной основе, с какими-то другими вещами, которые он никак не может изменить, никак не может на них повлиять, но, тем не менее, должен учитывать их в своей деятельности? Конечно, есть. Если вы возьмете любой контракт коммерческий, там будет глава, которая называется «Обстоятельства непреодолимой силы» или то, что называется «Force Major». К ним относятся стихийные бедствия, террористические акты, действия государства. И в такой главе обязательно сказано, что ни за что из этого ни одна из сторон никакой ответственности не несет за последствия, которые вызваны этими вещами. Потому что повлиять на них ни одна из сторон не может. Поэтому они не называются «Force Major». По большому счету, что такое женщина сегодня в доме? Это один большой «Force Major». Можно ли с этим существовать как-то? Конечно, можно. Мы же существуем рядом с погодными условиями, время от времени со стихийными бедствиями и с более плохими вещами. Мы готовимся к ним по возможности, как умеем, и в той степени, какой к ним вообще можно подготовиться. Мы как-то разбираемся с последствиями, но мы не принимаем на себя ответственность за них. И это нормально, это логично, это здоровый подход к делу. Кто-то кого-то призывает к ответственности или к тому, чтобы стать ответственным, или к тому, чтобы взять на себя ответственность за что-то, будьте очень внимательны. Это почти наверняка большой красный флаг. Не пытается ли вам кто-то под вывеской ответственности продать ковертуру? Ковертура не всегда плохо, иногда на это можно пойти, но она должна быть уравновешена правами. А если вам предлагают ковертуру, но при этом правами это никак не уравновешено, то это уже и не ковертура даже. Это назначение крайнего, или, как было в древнем обряде, назначение козла отпущения. В общем, как говорил Конфуций, мудрый правитель сначала должен назвать все правильными именами. Так что давайте называть все правильно. Всем спасибо за внимание. Пока и удачи. Затем на развалинах часовни... Простите, часовню тоже я развалил? Субтитры создавал DimaTorzok